девчонки ребята всем привет кривой репортаж искренне ваш вот такая сегодня красноликая потому что жалюзи жалюзи опустила они оранжевого цвета если подниму будет очень во-первых жарко во-вторых отсвечивать сильно будет вот немножко припустил марики сегодня с утра дома нету потому что марика быстро-быстро позавтракала просто выпил стакан молока и закинул с торгом бежала заниматься машиной надо пропылесосить еще что-то но какие-то такие косметические синтетические дела вот вот не хочу тратить половину выходного дня на это прям с утра этим займусь и ну беги придешь будем завтракать и не дождалась села дна я знаешь я и с ней позавтракаю не проблема кофе чизкейк сегодня второй завтрак наверно сварю себе яички и хлебушек с маслицем а чизкейк купили в этом называется в глобусе прям вот большой такой штуку рублей 400 вышло в одиночестве кофейку самое лучшее что может быть чизкейк хорошие и стоит конечно дешевле чем в кофейню вот за такой маленький кусочек кофейни отдала бы рублей 200 300 сейчас что-то подорожало у нас кондитерка в квартале ну вот а тут считай 4 порции получается в брикете почти за те же деньги чизкейк реально вкусно хорошо вот тебе века которая с утра сладкое не ест иногда бывает вот такие тонкие настройки организма вчера к маме ездили на дачу он так рада была нас видеть с ночевкой а мы такие да нет у нас дела вот еще сорвались пораньше уехали чем запланировали тоже дела были если честно надо было просто успеть в поликлинику у нас поликлиника до 6 вечера я осталась своей 107 поликлинике в отрадом вот а марика перегон у меня аж прописка то москве он но вот квартиру того дочки который сейчас ешь там прописано удачи моя квартира который дочки отдал но вот выписываться не собираюсь сами понимаете московские пенсии там все такие привилегии марика была прикреплена тоже к московской поликлинике кто-то к 107 надо было открепиться и но у нас не удалось онлайн и мы поехали так решили до 6 вечера успеть и мы сорвались с дачи поехали в эту поликлинику успели до 6 прям мы в 4 сдачи выехали а у нас это хорда новая платная открылась который для нас бесплатно для москвичей для подмосковья а для регионов платная дорогая там около 900 рублей а то и выше платная дорога через всю москву но быстро прямо долетели за час двадцать это прям хорошо вот ну короче маленьком решил перекрепиться из нашей московской в областную судам эти чинской так удобно прописка здесь естественные поликлинике здесь прикреплена будет вот такие приключения были мамочки на даче так хорошо это просто вот такие моменты а ты знаешь и видишь как она скучает там все если получится может даже на следующей неделе поедем небольшое видео сняла как там что там так красиво я сейчас не разрешаю я очень довольна своим решением волевым она хочет но я прямо за руки я дергаю гримом не сажай ничего ничего не надо одна грядка помидора одна грядка курсов все больше не надо она не консервирует на уже возрасте и тяжело просто знаешь вот это вот на жаре стоять банки крутить я говорю ничего не надо сама отдыхай там нравится тебе вот это газон косит это с машинкой с вот коси газон все дыши воздухом цветов много чистенько руки золотые дала мне задание купить ей у нас помните я показывал вас была такая сосна такая она не высокая сибирска какая-то вот она шапочка растет круглые такие жесткие иглы на и прям здоровый таки как дикобраз очень красивая она стала погибать вот последние два года просто загнулся прошлом году желтеть начала в этом совсем прям уже и мама и вырубила таджики приезжали приходили там за три копейки вырубили на этом месте хочу посадить лили купи мне лилию а лилии покупаю я и причем потому что дело не то что он типа деньгах там нет она говорит вот тебе нравится эти цветы покупай сама какие хочешь цвета расцветки вот где у нас ваша немного продается семян луковиц в леруа поедем куда-нибудь мимо заедем зайду куплю его путь сеть когда сейчас посажу можно под осень сажать вот но так то что это ты ничего про поликлинику хотел сказать в поликлинике не было практически никогда а у нас в этой московской поликлинике 107 было недавно реконструкция есть так сетова попала значит под капремонт это поликлиника в тот момент когда у меня дочка беременная была только нам врачу а надо сразу кровь в одну сторону надо ехать сдать гинекологу в другую сторону надо попасть еще там что-то каким-то врачам в третью в общем короче она бегала чуть ли не по всему району чтобы попасть в разные поликлиники потому что наша была закрыта а тут ребенку уже у нас полтора года года 4 но и она там когда беременная была в общем прошлом с реконструкции два года девчата я обалдела клиника заходишь кондиционеры чистенько красиво беломятных тонах диванчики кругом все электронная если не понимаешь там девочка стоит как сбербанке знаешь вот это показывает на это надо блок где чё надо зарядки телефонов садишься кулеры везде а на первом этаже лобби бар ну то есть ты приходишь потому что кофе попить покушать вот буфет такой столики люди сидят вот прям кофе пьют там может быть что-то там врача прием или что везде табло электронный ну просто какой-то прям вот пятизвездочный отель диваны удобно в общем подошли но правда вот на рецепшене осталась чисто такая советская тетушка такая лет 55 женщина и вот она сидит а вот короче маленькая она меняла еще паспорт у нее паспорт первой странице затерлась и она такая ну я поменяю его у меня в этом году поменял на новый короче эти новые данные паспорта автоматически почему-то не внеслись в страховой полис московский у нас почему мы не смогли перекрепиться онлайн из поликлиника в поликлинику потому что паспортные данные старые они уже не действительно но чтобы прикрепиться в новые нужно же действующие документы а действующие документы не были вынесены в старый полюс ну и короче вот это путаница мы приехали вручную вводить старые новые документы вместо старых и объясняешь вот вот упирается и все вводит эти документы и одновременно с нами срется а средства на какую тему вышел не понимаете что мы тещи это типа региональные тоже не госуслуги о региональной вас там все равно ничего не получится марикой показывает вот пожалуйста вот отбивка из из региональных госуслуг что значит ваши документы мы не можем прикрепить вас вас другой поликлинику потому что причина либо замена паспорта у вас было данные не бьются надо надо ехать старое место и перекрепляться не перекрепляться до вносить данные вручную компьютер чтобы они внесли вот либо там еще как причина общем эта причина была как раз указана нет и все вот она сидит вбивает новые данные и она говорит что нет вот так это просто вот люди знаешь со старой системой вот она считает нужным так сказать она будет говорить так марико начало читать доказательства шеи пусть она вбивает молча и мы не молча как бы мы помолчим она пусть говорит знаешь как собака лает караван идет пускай пускай буровит пускай ладно все закончили все а мы два дня не могли перерегистрироваться все что-то дан был по всяким поликлиникам бегать ну короче вбила на данные мы доехали до дома и часов 9 вечера мы очень спокойно онлайн перебились другую поликлинику без нервотрепки видно мы по реестру новые документы прошли там ну полчаса максимум все получилось по пути заехали купили дыню почему ты не хотел либо дыню либо арбуз мне такого желания просто не было в тех пор наверное кажется как я беременна была 30 лишь на 32 года назад вот хочу девки дыню или арбуз еду мне 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 прямо жека слова аж плохие как я хочу и прослушать давай купим я не могу а тут еще недавно зачем по телику смотрел короче как японии да не выращивает и видно мне это в голову тебя шлось там короче какие ты не за бешеные деньги они все одного размера о марик пришла приветик сейчас секундочку все одного размера вот такие маленькие вот сейчас сейчас я перри подключусь короче сейчас мне придется опять позавтракать потому что марика пришла после своих процедур авто и говорит давай кушать вот сейчас расскажу сейчас она сбегает быстренько это и там что-то во первых мне надо в аптеку я горло еще не не для чего не надо эти сосалки эти всякие стрепсился вот и каплю для носа нужно вот короче вот эти дыни дорогие то вот они у такого размера они все беленькие сверху каких-то вот они сколько они стоят что-то и помнишь японские дыни то дорогущие мы смотрели какие-то нереальные деньги то есть вот если она бракованная рублей рублей долларов 70 такая малюсенькая то есть как бы там и пожрать и это знаешь это надо быть олигархом вот и я такая насмотрелась думаю наша дыня колхозница да за 70 долларов я буду три года жрать и причем даже зимой вот и я такая ты не хочу и отчаян поехали мимо едем зашли в этот как он называется в ленту на 350 рублей дыню это купили девчат не берите пока еще говно пока и вот потерпите вот месяц потерпите две недели потерпеть сейчас ее жрать невозможно она тоже я полдыни сожрала сразу ты я ничего не могу сказать я дальше как ежики кололись но все равно ели до иголками кололись на или я тебе так скажу вот наш оскобину перебила или как оскобина правильно скобина перебила и все все наверное теперь только вот дотерплю когда будет сезон нормальный и эту дыню смолола короче половину сразу она знаешь она вроде как мягкая но она безвкусная то есть вот нет стадии зрелости вот совершенно она внешне окончено пахнет она желтая она хорошая такая обычная дыня вот но не то пальто так что нет дыни арбузы девчат терпим еще до 6 не полосе полгода полгода говорю бабушка потекла до две недели минимум чувствовал поводу ладно так что я еще я сейчас к своим поеду говорю лагман я значит говяжьего бульончик у меня варится марика будет работать у нее много исковых заявлений надо поработать юрист московский нет нету покоя вообще выдали компьютер бесплатно рабочий чтобы по выходным марика продуктивно работал вот я в это время поеду внучку две недели не идут прошлой неделе болела слушай знаешь чем подписчица говорила что-то с пустыми руками к внучке ешь кусочек девочки мои кусочек маленький кусочек пластиковая карта который висит пару граммов решает все вопросы доезжаешь до своей внучки заказываешь что тебе надо идешь гулять и покупаешь все что тебе надо все а кстати у меня же этот втб предлагает эти всякие бонусы ну как бонусы кэшбэки ежемесячно вот я меняю в личном кабинете но и так сделать специально чтобы если типа чек забыл и бонусы не капали но я не забываю 26 числа там меняется кэшбэк то есть ты каждые 26 числа ты можешь выбирать значит для не зарплатных клиентов три категории у меня 4 то что я зарплатный клиент в этом месте я выбрала кэшбэк детские товары с августом 15 процентов скидка а ты считай смотри детском мире у меня и так бонусы идут при покупке при любой и плюс еще 15 процентов скидка ну не скидка кэшбэк на любые товары 0 5 процентов но маловато да на рестораны 8 процентов вы почему выбрала категории ресторана но все равно выходим хотя ипотека хотя говорил не то ходить не буду все равно ходим но там два раза в месяц мы точно ходим это не считая нормальный ресторан кафешечки можете всегда банги снимаем потому что мы для себя иногда живем вот ресторан два месяца два раза в месяц ходим и плюс еще забегаем время от времени этого уже почаще всякие макдональдс и вот так кофе попить и молочные коктейли макдональдс очень люблю мне прям нравится ванильный а картошечка там какая вы дочки езжу у нас прям традиции мы идем в торговый центр там малышку берем на 2 на 2 этаж значит конечно же там детского меню нету но такого знаешь прям для малышей мы в макдональдсе берем там либо ей яблочки вот эти вот резанные пачечки 99 рублей что ли стоит упаковка маленькая вот прям там пол яблочко ну знаешь за столом то ты же не будешь булкой с котлетой кормить ребенка дочка еще с собой там возьмет чего-нибудь там молочка там это бутылочки но все равно знаешь как ты идешь в ресторан надо ребенка тоже угостить ну либо морковь над эти палочки все остальное слишком сладкое соленое там ну как бы у меня ребенок ну дочка не кормит вот этим всем там либо домашняя еда либо такой безопасный тип от фрукты вот они пожалуйста кэшбеки слушая значит засадила целиком чизкейк две чашечки кофе выпила маленькая будет есть сейчас будут сидеть молчать не молчать а это не есть а куда я вся запихнуто ладно сейчас переподключусь куда деваться сейчас еще в банк еще один придется делать ну я задорно я хоть потрещу посижу пока сейчас камеру выключу на 10 минут потому что еще раз кофе наверно сварю если марика будет я знаю что она творог будет точно мы все мы теперь белорусский покупаем торг у нас тут на палатка белорусской открылась так морковку я почищу у меня сейчас супец будет готов может быть даже через часочек она и супчик поезд пока я поеду хочу же нет тогда помимо вот я вчера говедь накупила и один кусочек и вот с это с косточкой на косточке супчик он же самый вкусный вот и просто мякоть купила приду пару стейков сделаю с овощами у мамы я же взяла шикарный базилик помидоры они еще пару дней должны полежать но они еще такие наш не совсем красные огурцы огурцов наверно килограмма три сейчас дочки повезу слушай а зачем я дочки повезу она сама сдача от родителей от тех наверно и надавали да и знаешь что цукини я вечером сделаю с чесноком цукини на оливковом масле туда сметанки но обожраться же на сковородочке сыром сверху тертым ой я уверена даже сейчас прямо ты пойдешь в магазин и купишь стукини вот ну все кривой репортаж искренне ваш сейчас марика придет давай слушай я пошла хлопотать все люблю целую